Боназима Добрый день, еще раз, уважаемые коллеги, участники 6-го конгресса, в выступлениях председателя Влада Филата и коллег выступивших до меня говорилось о том, какие задачи нашей партии удалось решить и над какими надо еще следует работать. Представляя Гагаузию и в партии, и в парламенте страны, хотел бы сказать, что много выверенных и позитивных шагов сделано в стране благодаря инициативам ЛДПМ за период нахождения власти как правительством господина Филата, так и ныне действующим правительством господина Лянко. Аккумулирование налоговых сборов в бюджете и автономии – извечная тема для многих политиканов Гагаузии, получила решение в этом году благодаря усилиям нашей партии. Я горжусь тем, что был причастен к этому парламентскому решению как депутат из Гагаузии. И с 2014 года все 100% налоговых сборов по автономии станут доходной частью бюджета Гагаузии. Я хотел бы добавить еще, что в то время, как нас, Гагаузов, выставляют в роли сепаратистов, а выставляют не граждане Республики Молдова, а воры в законе коммунисты. Господин Саакашвили, у вас воров в законе нет, но они у нас еще есть, это коммунисты. И выставляя нас, Гагаузов, в роли сепаратистов, они в то время, когда мы голосовали за 100% на оставление налогов на территории автономии, и они в то время митинговали с попами, которые до сих пор ходят бодрясой, носят бодрясой КГБшный погон и пытаются доказать нам, чтобы мы ушли из власти и кричали у дверей. Долой ЛДПМ, долой другие партии, которые поддержали нас, автономию. В ряду последних событий страны самым обсуждаемым стало решение Конституционного суда о названии государственного языка. Встречаясь с избирателями в автономии, несложно понять, сколько напряженности в обществе вызывают языковые вопросы, что государственные, что гагаузские. Позиция ЛДПМ по этому вопросу, высказанная в СМИ, полагаю, будет поддержана гагаузским сообществом. Следует учесть тот факт, что жители гагаузи изрядно устали от нескончаемых скандальных заседаний законодательного органа автономии. Я хочу вас заверить, что наши депутаты фракции ЛДПМ имеют одну задачу – улучшить качество жизни людей, строить дороги, школы, детские сады и водопроводы. То, что у нас и получается. Молодежная конференция, проведенная в ноябре этого года, ярко продемонстрировала приверженность молодежи гагаузи к идеологии ЛДПМ. Количество членов партии среди молодежи дошло до 100 и еще около 400 молодых людей являются сторонниками ЛДПМ в автономии. Молодежная организация ЛДПМ в гагаузи – это активно действующая организация, в досье у которого за три года работы есть немалое количество организованных и проведенных культурно-массовых и благотворительных мероприятий. ЛДПМ на выборах в депутаты Народного собрания впервые выдвинула своих кандидатов и получила мандаты депутатов законодательного органа. Лишь двум партиям, в числе которых есть ЛДПМ, было оказано доверие жителей автономии. Наших сторонников становится больше по гагаузи и это радует. В 2014 году нас ожидают выборы Башкана. И сегодня я могу с уверенностью сказать, что продолжая активную партийную работу, ЛДПМ сможет выдвинуть своего кандидата и бороться за пост Башкана-Гагаузи. Являясь гражданином Республики Молдова, Гагаузом по национальности, я поздравляю Республику Молдова, лидеров партии либерал-демократов, с первой победой в Вильнюсе. И говорю, что вторая победа должна быть, которая начата в 2009 году, где был лозунг «Фэрэ Воронин, фэрэ коммунистов». Я думаю, что вторая победа должна быть «Нет коммунистов, нет Воронина», тем более человек старый уже. Я смело могу сказать, что то, что сзади написано – вперед и не шагу назад. Гагаузия поддерживает такой девиз ЛДПМ. С победой!